здравствуйте друзья прислана подписчикам автору огромное спасибо как всегда прежде чем принять решение о том чтобы выложить на канал я выхватываю кусочки понимаю что она того стоит а потом вместе с вами слушаем и по ходу если требуется комментарий комментируем давайте послушаем банк тиньков попытка надавить на совесть на совесть человека позабыв полностью о своей и так внимание поехали алло да здравствуйте здравствуйте это из банка тиньков звонок да а чё за номер у вас нина андреевна что за номер какой-то китайский китайский какой-то номер с радио рынка у нас не китайский номер телефона посмотрите внимательно посмотрите сотрудники вам уже звонили а почему не получается во договариваться об оплате причем не власть Да подождите еще задавать вопросы. Расскажите, откуда у вас китайский номер. Какой китайский номер? Да, я без понятия. Вы звоните мне с какого-то непонятного номера. Посмотрите, с какого номера вам звонят. Ну, я смотрю, непонятный номер на радиорынке. От того, чтобы вы не понимаете, какой номер, что это китайский или российский, кто-то виноват. Почему оплата не поступает? Как решать вопрос банков? Ой-ой-ой, вы так быстро вопросы задаете. Вы сначала себя идентифицируете. Игорь Ильич, почему оплата не поступает? Идентифицируйте сначала себя. В чем проблема? По имени имя офиса, на основании какого документа вы работаете с банком, номер лицей НЗИ. На основании какого документа я работаю с банком? Да, номер лицей НЗИ. Я сотрудник банка, как вы думаете, на основании какого банка? Вы какой у вас сотрудник банка? Вы звонилка. А кто я? За что вы говорите? Да, вы знаете, сколько он постоянно звонят и не своими именами называются? Вы можете записать мое имя, фамилию и отчество. Девять из десяти. Звонят, говорят, мы такие. Я говорю, запишите. А когда в банк звонишь, а в банке вообще не знают такие. А когда вы позвонили последний раз в банк? Да какая вам разница? Нет, как какая. Я просто смотрю, когда же вы позвонили последний раз в банк и спрашивали про сотрудников. Так, и что вы видите там? Когда вы звонили? Что вы увидели? Вы мне скажите, когда вы звонили. Вы мне говорите, что вы увидели там. Я не вижу, чтобы вы звонили и уточняли информацию по сотрудникам. Берите ручку или из бумаги записывайте фамилию, имя, отчество. Да вы что? Серьезно, что ли? Вы так и будете разговаривать, Игорь Ильич? А как? Как еще с вами разговаривать? Вот так, как вы разговариваете. А как? А как? Что я должен? На цыпочке, кстати? Кричать, ой, помогите. Ой, помогите. Ой, беда. Вы мне позвонили с непонятного номера, назвали с непонятным человеком. Я вам сказала. Я вам сказала. Запишите фамилию, имя, отчество. А, ну, мне надо. Внутренний номер телефона мой. Перезвоните на горячую линию и уточните, работает ли такой сотрудник или нет. Для чего вам звонили? Уточняйте. Почему не перезваниваете? А оно мне надо. А почему вам это не надо? А зачем оно мне надо? Объясните мне, пожалуйста. Зачем вам это надо? Да. Мы вам не будем звонить, вносите тогда 45 300 рублей. Минимальный ваш платеж до 13 числа. Да вы что? Только это же до 13 числа. Да. А что вы сегодня звоните? Получится? Не знаю. Будете вносить? А кто знает? Без понятия. Господь Бог знает. Угу. Почему не оплачивали? Да я же не знаю, кто вы. Деньги нет. Почему нет денег? Потратил все деньги. Почему нет денег? В Америку слетал, там во Францию потратил. Угу. Тогда летали последний раз. Да какая вам разница? Вам-то все равно это не надо. Большая разница. Вам-то все равно это не надо. Вы же-то все равно не полетите. Мы посмотрим эту информацию, когда вы пересекали границу. Ох, ох ты. А ну-ка давай, Нина Андреевна, ну залей-ка мне чего-нибудь еще в уши. Где вы посмотрите? В базах данных, да. Значит, послушайте меня. В погранных войсках по СБ в базах данных вы посмотрите. Меня послушайте, Игорь Ильич. Давайте так. Меня слушайте. В заливалке у вас там сидят. В заливалке сидят. Меня послушайте. Вы можете... Вы думаете, Нина Андреевна, или как вас там... Вы можете говорить все, что угодно. У вас такое впечатление, что вся Россия не дебилы и идиоты сидят. И вот вы им трезвоните и думаете, что у вас короны упираются в потолок. Что вы тут великие такие, что вы чуть ли не знаю, там, самим ВВП за руку здороваете. Вы с какой целью звоните? Идентифицируйте себя. Номер лицензии. Назовите, пожалуйста, на действие на ваше. Еще раз вам говорю, для чего я вам... Да вы мне не говорите, вы мне ответьте на вопрос. Я вам не буду отвечать. Я вам не буду отвечать. Тогда что вы, звонилка какая-то, звонит мне. Еще раз вам говорю. Начинаю с несказки рассказывать. Вы можете говорить и что угодно. Называть как угодно, да? Ваш вопрос от этого не решится. Задолженность банкам не решится. Нина, Нина, решится по верте. Так, каким образом? По верте решится. Таким образом? Ваш банк уже и забыл про эту задолженность. Таким образом я спрашиваю. Вы называетесь банками, тут начинаете трезвонить под банки называться. Кто вам звонит под банки? Ну вот вы мне звоните, говорите, вот я такая-то, такая-то, вот такая-то организация. Вот скажите честно, неужели вам делать нечего? Вот неужели вот это с утра, с вечера охота вам звонить людям? Меня выслушайте. Воскресенье, и выходные дни, и спутние дни, да, вам звонят. Меня послушайте, значит, под запись разговоров, под запись разговоров, я вам говорю, что не перебивайте, что вам звонок поступил из банка Тиньков. Зовут меня Венеровская Елена Андреевна из сектора Духстепного. Елена Андреевна, ты была Нина Андреевна, теперь уже Елена Андреевна. Так как вас зовут? Умейте слушать собеседника, хорошо? Так как вас зовут, по-настоящему? Ну или Елена Андреевна, или Елена Андреевна. Я вам изначально представилась, еще раз могу представиться. Давайте еще раз представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь. Не перебивайте. Из сектора досудебного урегулирования, значит, звонили для того, чтобы решить вопрос, урегулировать, какими суммами, как можете решать вопрос. Я не буду вам представляться 3-4 раза в рамках разговора. Почему? Я не знаю, кто мне звонит. Так как вы... Вот я хочу денег заплатить, а я не знаю, кто мне звонит. Так как вы не готовы... Я не знаю, кто мне звонит. Я не знаю, кто мне звонит. Как вы, то не Нина Андреевна, то ли Елена Андреевна. Да будет вам известно. Я отозвал свое разрешение на передачу моих данных третьим лицам. С этого момента банк обязан... Вы тогда подписывали доктору, выдавали разрешение. Слушайте, вот эти басни, знаете, к тому... Это не басни. ...деревенским ребятам рассказывать. Это не басни, во-первых. Я отозвал, отозвал... Вы платите свой круг и отзываете свои... Я отозвал право передачи моих данных, официально, официально отозвал. Поэтому банк должен уведомить все те организации, звонилки, которые вы представляете, о том... Это не организация, это банк Тинькофф. Я не знаю, я не знаю, это понятие. Какой вы банк Тинькофф там рассказываете? Какой? Обычный банк Тинькофф. Какой банк? Который мы деньги брали. Как вас там, Нина Андреевна или Елена... Послушайте, я не вижу смысла в нашем разговоре. Согласно 382-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, и вам в праве уступить право требования сторонним организациям. Отзывать отзыв о ваших данных будете тогда, когда вы платите вашу. Не бежит вы с вами разговаривать. Я вам объяснила ситуацию. Можете дальше смеяться. Всего доброго до свидания. Спасибо автору за этот ролик. Нормально. Разбазал эту дурочку, собственно говоря, в лепешку. Все мы это поняли, услышали. Действительно, может из Тинькоффа звонит, но... Это никаким образом не отменяет утверждение автора, что это обычная звонилка, нанятая там где-то, откуда-то. И мне очень понравилось. Сначала заявляет такую ахинею, такую полнейшую чушь, да? Вот помните, когда она сказала, мы проверим, когда границу пересекали. Автор и тут же парирует свои аргументы в ответ, что, чтобы это узнать, нужно залезть в базу пограничников, ФСБ, только неизвестно, но уж кто-кто, но только не они имеют такие полномочия. Она, видимо, об этом сообразила, вот этот факт сообразила, и тут же наставит, что слушайте меня. Это, знаете, это на что похоже? Вот наговорить чепухи, то есть заявить собеседнику, знаешь что, я сумасшедшая на всю голову, у меня вообще ум за разум заходит, я несу всегда чушь околесицу, вот, потом заявить, что земля плоская, и после этого начать настаивать. А теперь слушай меня. Нормальный человек будет слушать собеседника своего, даже если он из банка звонит, который только что утверждал что-то наподобие того, что он может проверить в базах ФСБ ту либо иную информацию. Если у человека бы были такие полномочия, кем угодно бы он работал, но только вот наверняка не на этой должности. Да, друзья, вот в этом отношении, конечно, весело. Я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает, вот с той стороны, с той стороны баррикад, и очень хотелось бы заметить банкиры сами, да, или кто там набирает вот эту публику к себе в штат. Ёлки-палки, тут что-то поменять вам надо. Это такая вот диверсия против самих себя. Да, я понимаю, что боятся вашу публику люди бестолковые, и вот нормальных людей очень маленький процент. Да, действительно, маленький процент, но все равно они есть. И даже вот взять наш канал, да, почти вот на сегодняшний день, на 11 июня 26 тысяч подписчиков, да, почти что. Представляете, вот эта вся публика наша, да, вот все наши подписчики угорают над вашими сотрудниками. Уже за это нужно что-то, мне кажется, менять. А их будет больше и больше с каждым днем. Ну ладно. Для тех, кто вот вновь присоединился к нашему каналу, я хочу вас переадресовать на наш сайт. Если вам интересно узнать, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам, а мы не только канал ведем, мы еще помогаем в действительности людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, с юридической точки зрения, в юридическом формате, то есть строго законные методы эксплуатируем, и эти методы очень действенные, они есть, как бы вы там не сомневались, либо вот уже давным-давно разуверились в этом факте. Друзья, ваш вопрос можно решить. Как? Посмотрите видео на нашем сайте. Ссылка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика. Также для вашего удобства, в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выйдет кликабельная подсказка. Вот она. Да, это наш сайт. Посмотрите видео на сайте обязательно. Если вас все устраивает, если вы действительно хотите раз и навсегда разобраться со своими кредитами, вопросами, вот этими в юридическом формате, создать условия, когда банку выгодно отказаться от претензий, а как мы это делаем, вы сможете узнать, посмотрев видео. Оставляйте заявочку, и вам перезвонят в рабочее время, наши специалисты, в рабочее время по московскому часовому поясу. Пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Будем звонить с телефона, с цифр, которые указаны в правом верхнем углу уже сайта. Посмотрите внимательно, запишите эти цифры, себе забейте в контакты, чтобы вы не пропустили звоночка нашего специалиста. Вот так же вы можете посмотреть видеообращение руководителя компании Лиан Кузнецова Дмитрия, подписчикам, гостям канала, клиентам. Очень много интересного. Целый плейлист на канале уже собран. Обратите внимание, опять в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка на это обращение. Вот она. После того, как вы примете то самое важное решение, а я хочу подчеркнуть, что мы работаем со всеми регионами, где бы вы ни находились, на территории Российской Федерации, в каком бы даже самом маленьком провинциальном городке и деревне вы ни находились, если у вас есть интернет, вы можете легко стать нашим клиентом. Как? Еще раз напомню, посмотрите видео на нашем сайте. Вам все станет понятно. Если что-то вы недопоймете, оставьте заявку. В любом случае оставляйте заявку, если вы хотите стать под юридическую защиту, чтобы с вами связались наши специалисты. Мы уже с вами договорим основные моменты, обсудим, как это сделать правильно. И, конечно же, вышлем вам все необходимые материалы для того, чтобы вы могли спокойно все подготовить и стать полноценным нашим клиентом, подготовиться к подписанию договора с компанией Алям. Еще раз повторяю, посмотрите видео на сайте. Ссылочка, подсказка, кликабельная в правом верхнем углу еще раз выходит для вашего удобства. После чего, вот она. После чего оставляйте заявочку и ждите звонка нашего специалиста. Ну, для постоянных слушателей канала, естественно, напомню, ставьте лайки. Для новых подписчиков тоже ставьте лайки. Для гостей не забудьте подписаться на наш канал. Очень много всего интересного, полезного. Группа ВКонтакте у нас есть. Там все ролики дублируются. Помимо этого, есть много еще полезной информации. Ссылочка на группу в описании этого ролика, пожалуйста, есть. Ну, с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алям. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok